всем привет я тут прочитав комментарии моего зрителя вспомнил что после переустановки windows последний раз не андер вольтил свою видеокарту и еще больше загорелся этой идеи когда прочитал что ему удалось снизить потребление на целых 60 ватт тогда я полез в авторбернер открыл кривую и и понял что забыл как это делать о чем я мы в дерьме мы в дерьме тогда я решил быстренько освежить знания в ю тубе но сразу же заметил ошибку охрененно тупая идея во всех видео которые мне попались они все повышали напряжение возможно зрители тоже это заметили например этот зритель начал копать в правильную сторону по крайней мере правильно то что не нужно всю кривую опускать вниз но его совет немногим лучше он советует сделать вот так по крайней мере он не задирает напряжение в начальных частот а вот наконец и наблюдательный зритель ты сделал не андер вольт овер вольт пишет он все верно ведь опуская кривую мы повышаем напряжение например на этом графике в стоке при 1300 мегагерц подавалась 740 мили вольт но автор видео переключил подачу 740 мили вольт на 800 мегагерц и опустив всю кривую этому проделал с каждой частотой еще раз покажу наглядно на своем компьютере вот например напряжение 900 мили вольт это напряжение подается при частоте 1740 мегагерц но снижая кривую как в этом примере я сопоставляю 900 мили вольт с частотой ниже а именно с 1365 мегагерц но до этого 1365 мегагерц потребляла 750 мили вольт когда мы поднимаем кривую вверх то мы наоборот 900 мили вольт переключаем на частоту выше но такая манипуляция тоже является ошибочной как же все таки правильно настроить кривую раз мне все равно приспичило давайте делать это вместе для начала нам понадобится узнать максимальную рабочую частоту нашей видеокарты в этом нам помогут afterburner далее на выбор cam booster gpu z или любой другой benchmark включая игру сейчас я покажу как использовать gpu z запускаем рендер тест переходим на вкладку sensors кликаем два раза левой кнопкой мыши на частоте и на напряжении чтобы видеть максимальные значения но это не обязательно так как в afterburner и все те же самые показатели отображаются мне даже удобнее работать здесь также в gpu z очень слабый рендер даже во весь экран он не нагружает мою видеокарту поэтому для тестов лучше использовать игру или другой более мощный рендер я же для тестов буду использовать камбустер так как мне удобнее и там большое количество рендеров итак запускаю поочередно все тесты моя задача найти максимальную частоту на которой может работать моя видеокарта продолжительное время после каждого рендера смотрю мониторинг и записываю значение на листочек сбрасываю показания и запускаю следующий тест таким образом концу всех тестов я накоплю достаточной информации частот и напряжение в итоге я выяснил максимальную частоту и напряжение для своей видеокарты они составляют 1965 мегагерц и 1081 милливольт при потреблении 221 ватт теперь нужно открыть кривую и потянуть вниз не удержался на самом деле нужно найти точку с частотой которую мы записали на листочек у меня это 1956 мегагерц и у меня их целых четыре штуки выбираем самую левую и смотрю какому напряжению она соответствует это 1056 милливольт для начала ее можно легко сдвинуть на 56 милливольт поэтому на кривой нахожу точку которая работала на 1000 милливольт и поднимаю до значения 1965 для точной подстройки используйте стрелки на клавиатуре если точки справа сбились со своего стандартного положения то их нужно выделить с помощью клавиши shift и опустить ниже и после применения настроек все точки справа выровняются относительно точки которую мы подняли также выбранная частота может сбиться сейчас она у меня слетела на 1950 мегагерц хотя оставил 1965 снова поднимаю крайнюю левую точку применяю и вся правая часть выстроилась на частоте 1965 если выделить любую точку то появляется подсказка насколько мегагерц она отличается от исходной тогда может возникнуть желание всю левую часть поднять на данное количество но здесь подвох так как относительно 1965 75 единиц являются всего тремя процентами а для 1200 это уже будет 6 процентов а во вторых нет никакого практического смысла лезть ниже 900 милливольт коротко еще раз если кривая справа не сбилась то мы там ничего не меняем оставляем там стандартные настройки видеокарты если кривая справа исказилась что делаем как я уже показывал до этого все манипуляции мы проводим от нашей точки левее примерно на 100 милливольт все остальную область слева трогать тоже не стоит она не даст никакого профита а может только навредить в рабочем диапазоне который я обозначил мы будем работать не только с максимально найденной частотой но с другими частотами их также нужно обнаружить и записать например я нашел еще две частоты 1950 и 1725 для 1950 я понизил напряжение а для 1725 не стал так как она потребляет меньше 900 милливольт так примерно выглядит рабочая область а также все изменения которые я сделал после повышения частоты она же понижение напряжения или другими словами после изменения отношения между напряжением и частотой снова запускаем наши любимые тесты игры программы если работа идет стабильно то нажимаем кнопку сохранить выбираем цифру после этого можно сбросить настройки автор бёрнера на исходные и посмотреть насколько наш результат улучшился получилось неплохо частота на 40 мегагерц выше а напряжение на 60 милливольт ниже и потребление упала на 60 ватт для полноты картины протестирую во всех рендерах снизив напряжение до 918 милливольт результат на вашем экране грозный аэропорта форсии. Субтитры сделал DimaTorzok Пишите обязательно в комментариях ваши вопросы, а может быть советы. Возможно я в чем-то ошибся. Я открыл к дискуссии и конструктивной критике. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.